Симптотическая свобода Значит, потом будет два семинара и коллоквиум тогда, вот потому что прошли, вот Можно, только давайте после лекции, хорошо Итого, значит, струнная, вот струна Вот есть такая струна, значит Можно много разного придумать, но вот это одна из моделей, про которые в прошлый раз упоминал, да? Значит, если у нас есть частица какая-то, значит То ее действие, как пишется? Оно пишется минус М, интеграл, корень из там же меню, x, б илля, x, б илля, x, б илля, x, б илля, x, б илля. Вот где ляб, за это параметризация на кривой там какая-то лям до 1, лям до 2, да? Помните? Это у вас, наверно, было не так. или не было такого отлично, да то есть мы говорим, что вот у нас частицы движутся по какой-то траектории как нам определить траекторию вот мы взяли метрический тензор и всунули туда вот наверное минус вот и с помощью уравнений Эйлера проварировали получили уравнение движения и вот у нас принцип наименьшего действия частицы в некой метрике хорошо значит если у нас есть протяженный объект какой-то вот значит то обобщение вот этого делается так вот мы говорим, что ну вот он как-то там подвигался вот и в результате получилась некая вот такая вот поверхность некая такая поверхность получилась и обобщение будет такое, что вот давайте скажем вот тут вот у нас переменная сигма а вот это ТАУ-1 и ТАУ-2 ну вот некая временная переменная вот у нас есть струна, если хотите, одномерный объект вот она как-то прожила да вот от времени ТАУ-1 до ТАУ-2 вот в результате это некая поверхность так и естественным образом определять площадь этой поверхности вот тут у нас была длина кривой, то тут площадь поверхности как действие вот и все ничего такого да площадь этой поверхности если мы ее будем минимизировать вот у нас будет принцип наименьшего действия для вот такого объекта вот значит здесь я могу это как написать это на самом деле минус M M это коэффициент пропорциональности до моего потом с массой отождествляем вот а здесь это что? это корень из минус G значит корень ну из минус G я вот так скажу лямбда, лямбда вот это кавариантный тензор вот когда мы его на dx-ми по лямбда помножаем мы получаем тензор то есть лямбда-лямбдовую компонент этого тензора ну в переменных лямбда то есть если у нас есть тут 4 переменных мы видим, может меняться 4 переменных вот это иксы да, если мы хотим перейти к новым переменным там лямбда-1, лямбда-2, лямбда-3, лямбда-4 мы как раз помножаем метрический тензор на вот такие произведения да вот и то есть это метрический тензор на кривой на самом деле то, что здесь написано поэтому, чтобы определить площадь на поверхности мне нужно написать метрический тензор на поверхности вот я его напишу дтал дтал возначу его h вот ну, минус можно писать можно модуль писать вот, что такое h значит, это тал-1, тал-2 а нашу эту мы будем параметризовывать от 0 до π пусть она такой длиной значит, что такое h вот у нас есть метрический тензор g-меню обычный, да? это действие на поверхности это действие на поверхности, да вот ну, коэффициент стандартный вот так пишется где альфа ну, просто такой же коэффициент, как масса мы его потом отождествим с физическими некими вещами вот соответственно, если я хочу h-меню h-альфа-бета то это я должен g-меню dx-мю по d скажем, не альфа-бета возьму а σ-сигма да, коэффициент соответственно, по d-сигма будет dx-мю по d-сигма если я хочу σ-тау σ-тау d-x-мю по d-тау ну, и такой же, соответственно, тау-тау все они так пишутся вот это определитель h да то есть это инвариантный объем ну, помните, например, интеграл d4 с корень из минус g это инвариантный объем помните такое? вот это интеграл d2 ну, вот это переменная σ-тау да, это инвариантный объем на поверхности вот это корень из g лямбда лямбда d лямбда это инвариантный объем на кривой вот и все то есть это длина, площадь или объем да где? давайте везде модуль ставить, чтобы я не думал что там, значит, минус или не минус вот и того в итоге соответственно, это что? это корень единицы на 2 пилян альфа от 0 до π значит, d σ tau 1 до tau 2 до tau вот ну, и мы все в плоском пространстве смотрим поэтому метрический тензор это просто 1 минус 1 минус 1 минус 1 и что тогда получится вот тут вот на определителе тут получится что такое определитель? это h σ σ h tau tau минус h σ tau да? квадрат матрица 2 на 2 это ее определитель вот ну, я модуль пишу, чтобы не думать и это, соответственно h σ σ σ это что? значит, это произведение двух таких векторов я буду писать, что x dx по d σ мютое это x штрих мютое dx по d tau мютое x точкой мютое соответственно, это будет x точкой в квадрате x штрих в квадрате минус x штрих x точкой в квадрате вот ну, и все значит, теперь что нужно делать? нужно брать варьировать вот эту, значит, площадь получать уравнение движения как это делается чтобы вот это не переписывать я напишу, что это интеграл d σ d tau лагранжана да, я лагранжан буду с собой таскать когда мне не надо будет это вот как я варьирую я говорю, что пусть у меня значит, вот x от σ d tau штрих это x от σ d tau все стоит маленькая epsilon y от σ d tau вот и пусть у меня y от σ d tau 1 y от σ d tau 2 равно 0 то есть я вот такие вот вариации буду делать этого что вот это стоит а вот это как-то внутри там меняется понимаете еще, я говорил или не понимаете? я говорю я хочу проварьировать найти уровень движения я хочу проварьировать вот x от σ tau это ну вот тут у меня σ, тут у меня tau это вот точка на вот этом листе да вот и я хочу сделать так что вот у меня концы у меня фиксированы начальное и конечное положение да а вот саму вот это я буду чуть-чуть варьировать то есть я к этому x добавлю маленький дельта x который я назвал ε маленькое число на y а y на концах равна нулю то есть вот это и есть вот эта вот добавочка я ее сюда подставляю соответственно s у меня штрих значит что я должен сделать тут у меня стоит d tau d sigma лагранжан значит лагранжан у меня от чего зависит он у меня зависит вот x точка и x тричь вот поэтому когда я буду вот это подставлять у меня будет там y штрих и y с точкой да вот значит я могу написать что это dL по dx точкой мил значит dL по dx точкой мил на если я по dx точкой мил это значит ε y мил вот плюс dL по dx штрих мил ε y с точкой y вот это дельта s да вот она пропорциональна ε до первого порядка вот это я могу проинтегрировать по частям но все как обычно да и когда я проинтегрирую по частям до sigma у меня вот эта точка соответственно сюда сядет а этот штрих сядет вот сюда да это будет минус d по d tau dL по dx точкой мил на ε просто стоит y мил это же y не буду пока плюс d по d это я проинтегрирую по частям но на самом деле на границах что у меня останется вот когда я буду вот это интегрировать по частям у меня получится y y на границах вот устава 1 а у 2 0 вот давай когда я буду вот это интегрировать у меня будет y на границах по сигма то есть лучше вот это когда я буду вот это интегрировать у меня будет y от tau 2 минус и y от tau 1 там стоять они у меня по определению нули да то есть вот этот кусок мне не даст граничным слагаем вот этот даст и что он не даст он не даст вот такое это интеграл по сигма вернее это интеграл по tau d tau tau 1 d tau 2 значит чего dm y штук 3 мил на y мил вот на y мил сейчас где тут вот он x штрих милон был он остался вот дальше я говорю вот этот y штрих я пишу как полную производную всего то есть это d по d сигма от вот этого на y вот соответственно это у меня будет при сигма равном пи и сигма равном нулю вот вот такой у меня ответ теперь я говорю ну вот это y у меня произвольно это будет уравнение движения да которое я запишу следующим образом если вводить импульс ну это импульс dL по dX точкой да это будет p tau мил dL по dX точкой мил ну и соответственно p сигма мил dL по dX штрих мил это вот импульсы да соответственно это это p tau с точкой плюс p сигма штрих равно нулю вот уравнение движения и граничные условия так y опять таки произвольно это у меня уравнение p сигма соответственно на сигма равном нулю равно p сигма сигма равном пи равно нулю сейчас проверю вот да уравнение движения граничные условия так вот из этого а здесь мил сигма точка штрих точка по талу штрих мил мил да мы следим там где у нас ну внизу по-хорошему тут наверно внизу надо написать да ну давайте внизу напишем так вот уравнение граничные условия чудесно теперь у меня есть законы сохранения законы сохранения которые что законы сохранения говорят вот тут все от производных зависит вот поэтому если я x на константу сдвигать буду то ничего не изменится вот скажем по времени буду сдвигать ничего не изменится это даст мне законы сохранения но они вот ровно так же выводятся я их просто напишу что значит импульс уже как я его называю сохраняется то есть это у меня просто без поймет интеграл это будет четырех импульс вот этого объекта как целого и момент будет соответственно это 0 до пи как момент определяется x вот и теперь ну как его считать понятно вот ну сейчас формулу я написал давайте теперь вот если я возьму вот такой объект вот x0 равно tau x1 равно а 7 0 cos omega tau x2 x1 равно а 7 x2 равно 0 вот это что такое это вот есть где-то в плоскости соответственно x1 x2 такая вот штука которая вращается угловой чистое ну тут 0 это ну тут где-то середина да все такая вот штука вращается просто как целая палочка да ну время идет оно вращается так вот вот это а а число ну просто амплитуда так сказать вот теперь утверждение которое я проверять не буду вам домашняя работа вот такая струна то есть вот этот четырех вектор да удовлетворяет этим уравнением просто вот подставили проверить это делается довольно просто то есть вот у вас лагранжан так вот у вас вот эти импульс так вот у вас уравнение вы берете посчитали лагранжан посчитали импульс и подставили вот эти x и туда соответственно ну вам тут нужно подифференцировать по сигма по тау подставите убедитесь что это решение уравнение вот этого для струны вот а это пример да который мне нужен потому что если я посчитаю импульс п 0 то есть энергии да вот по тем форму я получу вот что а пи 4 альфа а если я посчитаю ж 1 2 момент соответственно то я получу а квадрат пи квадрат на 16 альфа это вам тоже тогда не надо не буду тратить время но понятно как делать или непонятно это просто взяли написали эти импульсы поинтегрировали по сигма проинтегрировали по сигма все остальные компоненты по вектор равен нулю ну и же все остальные тоже равны нулю но у нас только единственный момент есть вот и для нее мы видим что у нас ж момент вот этот ж 1 2 он равен альфа ну е или м если хотите м в квадрате да то есть вот для такой вращающейся струны есть закон момент равен альфа м квадрат вот ровно тот который в интеракториях рейджи видели вчера более-менее так вот поэтому говорят люди что ну вот смотрите если мы будем моделировать наши адроны вот просто вращающейся струной то у нас закон для рейджерских траекторий есть вот он просто точный вот осталось только понять что это за альфа то есть вот эта альфа это наклон этих траекторий понимаете да вот тех которые там были и у нас они там были примерно типа альфа порядка единиц то есть обратного квадратного г вот вот на тех картинках которые я вчера показывал вот и еще вчера я вам выводил вчера я вам выводил что потенциал потенциал в пределе сильной связи это k на r так вот такой у нас был вот и что я сейчас хочу сделать это связать вот это k вот с этой альфой и на этом мы эту тему закроем вот значит так значит так где это у меня вот мы стоим сидим в инерциальной системе там у меня вот это tau это просто обычное время ну как бы вот координат ну в смысле наше время пространство Минковского да вот там она струна как-то вращается спрашивается а вот тут у меня сигма это координата вдоль кривой вот давайте при фиксированном tau то есть t значит тогда ds интервал это пространственно подобная вещь просто длина вот и это значит что это дх вектор по дс вектор по вектор по дс значит дс дс вот тут корень написать то есть это просто длина когда у меня пространственно подобная вещь у меня минус ушел же у меня это 111 да вот это просто длина чего вот это это то что было вчера потенциал линейно растет помните я хочу вот это как коэффициент линейного роста потенциал выразить через вот это альфа наклон трежерский траектор вот значит здесь ну я просто на дс поделю все у меня получится что единица это корень из dx по ds в квадрате вот то есть если я от переменной сигма перейду к переменной с просто длине своей кривой да то тогда ну модуль такого вектора равен единиц ну это в некотором смысле тавтология но она мне нужна вот dx по dt я назову скорость струны конкретной точки вот тогда что это будет вот этот вот лагранжан значит x с точкой это что такое да мы поделили обе части на дс то есть я на дс поделю тут получаю 1 а тут дс в несу вот эти уйдут а на их место станет дс получится вот так вот 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 значит вот это вот выражение это что будет значит сейчас x точкой сейчас соображу x точка это что это единица ну когда дт по дт да а дx вектор по дт это скорость это минус v в квадрате x штрих вот его модуль я в переменной s буду писать у меня единица вот вот еще а он минус единица будет это единица минус v в квадрате это x точка а x штрих в квадрате это минус единица но единица он по модулю а минус за счет того что он пространство подобное вот а вот это 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 x штрих соответственно на x с точкой это что это значит сейчас соображу это вот такая вещь значит в смысле это я делал для фиксированного т вот это вот но это был там просто а здесь вот когда x с точкой тут фиксирован сигма ну или f а т меняется производная просто другая все ну то вы любую частную производную при фиксированном остальных берете да вот чего чего еще раз вот 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 я еще нет но смотрите это ds это длина так длина это интервал при фиксированном времени ну с обратным знаком вот соответственно вот это интервал так написано то есть это же меню вот как вот вот на самой первой формуле вот это да для пространственно подобной области у меня метрический тензор там просто единичный ну минус единичный минус ушел вот осталось вот так что я хочу и я хочу значит вот я вы вот это должен помножить вы я должен помножить на dx по ds да вот dx по ds вот этот вектор это единичный вектор да вот и все вот это я могу написать так а значит это будет единиц ну тут у меня все это по модуле еще да единица минус в перпендикулярное квадрате вот ну и корень тут стоит ну ладно корень он потом стоит где в перпендикулярное это это в минус в а а на dx по ds на dx по ds на dx по ds вот скалерное произведение вот вот и того моё действие получится таким это минус единица на 2p альфа от нуля dp ну тут до l какого она там длины дs ds dt ну там от t1 до t2 до t2 вот а тут будет стоять корень из единицы минус в перпендикулярное в квадрате вот вот другими словами хорошо это с одной стороны а с другой стороны я могу сказать это в какой системе я смотрел это я смотрел системе вот я стою в инерциальной системе она вот тут крутится передо мной да если я встану в систему которая вот вот прям крутится вместе с ней от какой-то точки на струну сяду и буду вместе с ней крутиться в этой системе струна покоится струна покоится вот раз струна покоится в этой системе то в системе струны там она покоится соответственно лагранжан ну или лагранжан равен минус гамильтониан значит если от гамильтониана переходить к лагранжану у нас там pdq да все импульсы в покоящей системе равны нулю у нас просто минус h тогда я пишу что мой лагранжан вот в системе струны координаты у меня будут т 0 x 0 y 0 z 0 t 0 x 0 y 0 z 0 это минус соответственно лагранжан энергия да а энергия вот у нас значит это энергия единицы длины это ее длина вот соответственно плотность у меня будет такая дельта от y 0 дельта от z 0 она у меня тонкая вот на k вот моя плотность вот плотность энергии вот соответственно действие будет таким минус k минус k минус k интеграл я дамил ds интеграл t1 t2 вообще говоря я dt должен ну вот тут писать dt 0 t1 0 t2 0 да вот в этой системе но я знаю что как у меня время в движущей системе выражается через время в покойщейся я должен написать гамма фактор труна мне вот так вращается можно вопрос да сейчас секунду из этого я пишу что k равно единице на 2 альфа вот вы меряете эти самые траектории реджи находите альфа вычисляйте k это ваше натяжение струны так понятно вот этот момент подождите так вопрос первый какой у нас же система не инерциальная правильно она не инерциальная ну и что я вот тут стою у нее есть мгновенная скорость так вот это она и есть да 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 я говорил я сел на струну там она покоится там я могу вот это делать соответственно и там вот это гамма фактор перехода от той значит системы которая установленной скоростью v вот вот этой вот вращается да вот к то есть вот это вообще говоря это d t0 да вот так ну так а тут и есть интеграл по ds да то есть вот это v зависит от s следующий вопрос l ну какая-то длина у нее да мне это не важно но мне важно что s и все s инвариантная величина поэтому у меня l что там что там еще вопрос вот значит дальше мы там видели что альфа порядка ну 1 g в а там минус 2 да соответственно к это я должен это порядка значит ну g в квадратный ну вот единица на 2п там да это что-то типа сколько там 6 что-ли ну вот пусть одна шестая да вот а гэф у нас переводной коэффициент 0 2 гэф что там на ферме да вот такой переводной коэффициент соответственно если я на него поделю да поделю чтобы у меня получилось что это гэф на ферме значит я на него чего должен сделать что-то сейчас ооо как плохо так значит куда у меня альфа встает альфа это вот так там было альфа обратный гэф квадратный значит альфа это обратный гэф квадратный соответственно к это гэф квадратный вот гэф на ферме соответственно вот если я на 0 2 поделю у меня это будет гэф на ферме вот и сколько это будет одна шестая ну на 0 2 это одна пятая типа да ну в общем все равно порядка гэф на ферме то что я вам говорю вот а тут гэф квадратный я поделю на гэф на ферме значит у меня будет гэф делить на ферме вот вот все значит вот это струна нам гугольта вот это ее уравнение и вот конкретно такая струна вот дает нам такие результаты вот об этом дальше люди начинают другие какие-то струны вводить можно массы вводить концов там еще чего-то много чего дальше делать но это наверное самая простая модель вот струнная адрона которая вот есть все и кстати говоря я думаю что с этого там теория струн начиналась значит на этом я с этим сюжетом заканчиваем следующая тема эффективное действие и кстати говоря масса протона то сколько гэф и натяжение струны у вас гэф на ферме то есть вот на ферме отойдете это уже протон там нады были а на два ферме отойдете это кажется в их два вот поэтому далеко вы в пределе сильной сведения отойдете у вас просто начинают рождаться новые частицы ну в смысле пары рождаются не из вакуума струна рвется то есть вот у вас струна у нее энергия пропорционально длине да ну вот вы взяли длинную струну такая же такую что если она порвется там две коротких то у вас лишняя энергия скажем масса двух кварков а не ну я ну хорошо в мизоне если это ведь в протоне там струна хитрая то есть там тройная струна вот вот а в мизоне это вот просто вот ровно это струна вот как вы кварк антикварк развели да вот прямоугольник считали это был ну некий там модель мизона да вот так эффективные действия так сейчас с чего мы начинаем там вот 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 значит здесь я возвращаюсь к своему действительному времени и к теории возмущений да все сильная связь у меня сюжет закончен пока по крайней мере вот значит и пример у меня будет скалярное поле да сначала вот был производящий функционал для скалярного поля с источником плюс и жизнь и раньше мы говорили вот эта штука нам нужна только для того чтобы потом по источникам дифференцировать получать там пропагаторы там и все остальное вот вот а если теперь мы будем говорить так а вот смотрите что будет если я источник просто физически включил какое-то поле которое с нашим полем фи взаимодействует то есть вот источник я не нулевой и он как-то изменит у меня все да вот частности например возьмите какое-то ненулевое поле вот просто да вот мы его сейчас и найдем пишут это еще вот так есть степени минус и E от G вот E E E E E E вот это называется ну это у нас производящий функционал E производящий функционал связанных функций грина он называется он называется сейчас покажу почему производящий функционал для связанных функций грина а а вот почему а вот давайте мы продифференцируем E по G это будет что значит вот я по G дифференцирую во первых это значит я вот это на E помножу вернее логарифм возьму потом помножу на E так правильно вот соответственно это будет единица на Z от G и еще где-то E стоит вот так да да или нет ну вроде вот а это это мы знаем что такое это вот что единица на Z от G G G F 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 вот это среднее F F так видим будем называть классическое поле классическое поле классическое поле то есть вы включили источник и у вас в результате появилось некое вот ненулевое среднеклассическое поле Ну, вот. Это получается оно дое по дж от х. Вот таким образом. В присутствии источника. Ну, тут можно как-нибудь так вот жить. Вот. Ну, тут я дальше не буду даже писать. Если я дважды продифференцирую то что будет? То будет. Это я должен вот только классическое пуле еще раз продифференцировать. Ну, или вот это. Когда я буду вот это дифференцировать еще раз по источнику, то я могу дважды продифференцировать вот этот z. Да? Вот этот. Тогда у меня это будет... Ну, у меня вот сюда спустится еще φу. это будет средняя от φx, φу. Так? А могу продифференцировать вот этот. Когда я вот этот продифференцирую у меня будет единица на z квадрат и еще один вот такой же. Понимаете, да? Вот. Итого общий знак только надо сообразить. Общий знак вот минус φ. Это будет φx, φу минус φx и y. Вот. И это значит φx и y связанная функция грима. Ну, вот connected, да? Понятно, что тут происходит или нет? Это обозначение? То есть, вы видите, вы взяли связанную часть, выкинули из нее 2-2 несвязанные. Они у вас теперь не нулевые. Связанная, связанная часть. Вот. В этом смысле... Чего? Вот это. Я дифференцирую вот это дважды. У меня вот сюда φy вылазит. Это среднее от φx на φy. Вот. Я дифференцирую, если не это, а вот это. У меня получается единица на z квадрат. И еще одна вот такая, dz подожей. Ну, вот они 200. То есть, вы из пропагатора вычли несвязанные части. Вот. Хорошо. Ну, и так далее. Вы на самом деле можете много раз так дифференцировать, и это будет вычитаться все вот эти штуки. Хорошо. Вот поэтому он называется производящий функционал для связанных функций грима. И еще одно свойство мне его надо, и пойдем считать. Свойство надо вот такое. Вернее, определение. Это был производящий функционал для связанных функций грима. А, собственно, эффективное действие определяется так. Гамма от φ классического. Гамма от φ классического. Это минус e, минус eG, минус интеграл gz, φ классического gz. Вот это g, это называется эффективное действие. В чем его смысл? Вот смотрите. В e у нас действие плюс источник с полем. А вот в этом эффективном действии вот этот вот источник на среднее поле помножается и вычитается. То есть в g на самом деле есть действие и источник на само поле, минус среднее поле. то есть в эффективном действии то есть классическая часть вот это среднее поле из вот этого слагаемого вычтена. Остались только-то какие-то флуктуации над этим средним. И это эффективное действие, оно играет роль действия для φ классического. Вот сейчас мы это покажем. Вот смотрите. Если я возьму и продифференцирую по dcx что я получу? То есть я могу дифференцировать это или это. Когда я буду дифференцировать это, вот я могу дифференцировать как сложную функцию. Сначала я продифференцирую е по ж, а потом ж сейчас ж по фи. Вот. Значит, я понимаю, что вот это фи классическое это функция источника. Так? Ну вот тут ж написано. То есть какой я источник включил, такой я поле и получу в себе. Я могу по-другому сказать. Вот я это поле задал, я понимаю, каков у меня будет источник. Вот. Поэтому тут я пишу. Интеграл и интеграл dz dg 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 так сейчас g уже нет есть e минус d e по d g z на d g z по d fi классическое x это первый кусок второй кусок когда я просто по фи классическому дифференцирую у меня g x остается. g x но на самом деле g у меня функция f поэтому будет еще один d g z по d x классическое фи классическое z d z d e по d g z это минус фи классическое вот то есть если я возьму d d g y от минус x я получу минус delta от x минус с одной стороны а с другой стороны это delta значит гамма фи классическое x y классическое y вот это это вот что это вот что я напишу delta fx классическое fz классическое delta fz x чего чего это это функционал вот df классическое по dg y я тут считал его или нет еще классическое по dg y а вот это равно интеграл f классическое вот соответственно это d e t dg x t dg y d d t r f классическое f x x f классическое x и x x x x x x x Это связанная функция Грина, то есть пропагатор, грубо говоря. Вот он. Это i, d от x минус y. Связанная. Это i, d от z минус y. А вот это с ней сворачивается, мы получаем единицу. Так? С минусом. То есть вот это обратный пропагатор. То есть у нее структура такая же, как у обычного действия. То есть, грубо говоря, гамма от фи классического выглядит так. Ты играл какой-то фи классическое, d минус первое от x минус y. Фи классическое от y. Вот так же у нас выглядят, начинаются все действия. Понимаете? Или нет? Ну вот действие для Клина-Гордона. Фи минус d в квадрате минус m в квадрате, фи. Вот это обратный пропагатор. Вот. Поэтому мы говорим, вот смотрите, мы дважды по фи классическому продифференцируем, и это у нас будет обратный пропагатор. То есть эффективное действие, оно имеет вот такой вид. То есть то, что там стоит, это и есть обратный пропагатор. Мы можем дальше считать, третий производный и так далее, это будут некие вершины там на фи классическом. Но мы вершины считать не будем. Нам вот этого хватит. Ну вот это, вот это. Я z ставил руками. Вот. Значит, хорошо. Смысл в чем теперь? Что вот это g и в тин действие, оно зависит только от классического поля. Соответственно, все вот эти флуктуации, которые связаны с фи минус фи классической, то есть фи минус фи средняя, там какие-то поправки, они проинтегрированы. Вот. И они вошли уже вот в этот пропагатор эффективный. Вот. Ну и в те вершины, которые там дальше. Вот. Поэтому если мы сосчитаем эффективное действие, то мы получим, ну то, что будет включать в себя там различные петлевые квантовые поправки. Вот эти вот уже величины, которые здесь будут стоять, они будут эффективны. Вот. Сейчас я продемонстрирую, как это делается. Вот. Давайте. Да. По определению, я ее так и взял. В смысле, вот это определение. Вот это вот D2E, это пропагатор? Я сказал, что смотрите, я вот это был пропагатор, мы вот там было написано, да? Мы его помножаем на нечто, на вторую производную этого гамма, да? Получаем единицу. Вот он, дельта-функция. Значит, вот эти две матрицы, два оператора взаимно обратные. Все. Понял. Вот. Поэтому это обратный пропагатор, но с точностью до некого Ита. Вот. Значит, смотрите. Фи, я пишу как фи классическая плюс это. Фи классическая, вон, оно было определено, а это то, что осталось. Вот. И подставляю себе вот сюда. Реальное поле. Что? Это классическое поле, реальное поле. Это классическое поле, то есть среднее поле. Поле на уравнении движения. А это то, что осталось. То есть вот это некий интеграл, да? Вот если мы будем брать принцип наименьшего действия для него, мы получим фи классическое. Вот. Но тут-то интеграл по всем фи. Вот. Поэтому мне ничего не стоит вот этот интеграл з от g. Переписать так. Интеграл. Да это фи классическое. Оно у меня фиксировано, оно какое-то и все. Это просто сдвижка в мире. То есть ничего не изменилось. То есть вот на е в степени и с. Вот тут будет фи классическое плюс это. А я хочу вот это в ряд разложить по это. Как я буду действовать? Так, только я, наверное, не z буду считать сразу а g. Да? Сейчас посмотрю. Да. Я считаю сразу g. Давайте его так рассчитаем. Значит, е в степени и g от фи классическое это. То есть я должен взять е в степени минус и е от g. То есть вот это. Вот я сразу это я уже сказал, почему я пишу. е в степени и с фи классическое плюс это. Плюс и д грамм g от фи классическое плюс это. Вот. Минус жина фи классическая. То есть вот этого нет. Вот. А вот этот есть. Вот. Вот это мне нужно сочетать. Раскладываю в ряд вот числитель по... Ну, в смысле, это показатель d это. Е в степени и. Первый член ряда. Значит, плюс i. Второй член ряда. Это такой. Дельта s в точке g классическая. По d фи. x. Плюс. gx. Это x. dx. То есть вот это. Значит, даст мне, ну, производную по фи x. И смещение, которое у меня есть. Это это. Вот. То есть это первый член разложения. По это. Можно вопрос? Можно у нас стать часть? Вот, например, 10 дегамма, которая gP. Она же стоит под интегралом pd это. И что? То есть, типа, мы говорим, что интеграл pd это равен единице. Почему интеграл pd это равен единице? Вот тут, ну, вот s, это интеграл dx, там лагранжан, который вот от этих зависит двух полей, да? Но мне ничего не стоит оттуда, его дифференцируют по полям. То есть я его раскладываю в ряд по это. При фиксированном это, а потом я интеграл по это. Ну, если так хотите. Ну, смотрите, например, вот скалярное поле. Я спрашиваю, как бы у нас сократились у нас GP, вот с тем же GP. А, вот это? Да. Там никакого интеграл по это-то нету. Потому что, ну, вот тут вот это классическое поле, так? Оно от этого не зависит. А это источник, он тоже от этого не зависит. Ну, вот они и сократились. То есть, вот g на это, оно стоит под интегралом. А это просто константа. Вы ее можете за интеграл вынести. Вот, и сократить. Вот, значит, плюс одна, ну, и пополам интеграл D2S классического. Dφx, Dφy, это x, это y, dx, dy, плюс и так далее. Значит, дальше я не буду ходить. Вот. Ну, вроде так. Вот это уравнение движения. По определению. Ну, то есть, это минимум действия, да? Фи классическое у нас, значит, определенное, которое дает нам уравнение движения, минимум действия с учетом источников. Это уравнение движения. Этого нет. Вот. Первый неисчезающий член квадратичный. Соответственно, я его могу просто сосчитать. Это будет E в степени S от фи классического на определитель. D2S по Dφx, D и y. Производная вычисляется по фи. И потом встается в точку фи классического. Ну, вы, в ряд Тейлора, раскладываете. Вот. В какой степени определитель написать? Интеграл бозонный. Вот я по это интеграл беру. Минус 1,2. Вот ответ. Ну, и плюс поправки высшие. Соответственно, добавка к действию. Вот она, определитель. Я могу и так написать. E в степени и S от фи классическая. Значит, минус. Минус 1,2. Значит, определите это. E в степени трейс логарифм. Помните, соответственно, это трейс логарифм вот этой матрицы. Вот. То есть, вот добавка к действию. Которая получилась за счет интегрирования по квантам поправка. Вот. Это я на скалярном примере. Сейчас посмотрю, я знак правильно написал. Вот одна. Да, вот с этим не очень хорошо. Вот я вот так вот сделаю. Соответственно, минус 1,2 у меня есть. И тогда я напишу плюс 1,2. Да. И вот так. Вот так у меня. Бозонные, но корень и спина альфа. Это гаусс. Это бозонные поля в дискретизации. Это просто у вас интеграл E в степени минус AXX. Интеграл DX. Ну, в смысле, по определению. Я взял бозонные поля. Вот. Для фермионных по-другому. В начале говорили, что это бозонные поля. Я сказал, просто скалярное поле фи. Но скалярное, оно бозонное. Да, да. Считаются поправки вот в таком формализме к голому действию. А вот давайте теперь я это напишу для КХД. Вот мы ее вынесли как константу. И вот с этой сократили. По определению я ее должен вычесть. То есть я в действии добавил источник, а потом его вычел, но уже со средним полем. И оставил только линейное по полю это. То есть таким образом я что делаю? Я говорю, что ну вот смотрите. Вот в этом действии у меня есть какие-то линейные члены по это. Вот я оставлю ровно такой источник, который при помножении на это все эти линейные сократит. Вот. Вот. Смысл этого источника. Вот. А теперь будет понятнее, наверное. Значит, вы с Михаилом Геннадьевичем, как он мне сказал, получили действие во внешнем поле для КХД. Там было поле А и поле Б. Помните? Вот вы это делали для этого. Поле Б у нас будет классическим, поле А будет вот этим квантом. Соответственно, наше поле глюонное, это А плюс Б. Б это у нас классическое поле, А это квантовое поле. По нему мы проинтегрируем вот так. Получим поправку к действию для КХД. Вот. Значит, и что там было? Там было Д минус И, Б. Соответственно, Ф было тоже только на... Ну, Ф, А, меню. Это было Д, Б, М, Минус, Б, М, Б, М, плюс Ф, А, Б, С. Значит, Б, М, Б, М, Б, С. Вот. И вы получили, что после фиксации калибровки Лагранжан вот такой. Лагранжан, это Лагранжан КХД. Вот в этой я напишу минус КХДА в квадрате плюс С, С минус Д в квадрате минус, ладно, А, АС, значит, Д, А, Б, Мю, А, Мю, С, 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 С. Вот. А, Лагранжан КХД. Это вот такой. Вот. плюс С, 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 С. Вот. Вот это вы должны были получить знакомое выражение. Или нет? Так, получилось. Отлично. Соответственно, вот я хочу эффективное действие написать. мне нужно квадратичную часть из него по полям выделить. Я хочу только вот для Ланга Милсон написать. Соответственно, мне нужно квадратичное по А. Ну, вот это квадратичное по А сразу, да? Кусочек. Этот квадратичный по С полям, но линейный по А. Соответственно, вот этот кусок я просто выкину. Эффективное действие он в класс не даст. Дальше. А, вот этот квадратичный по ПС, но линейный по А, он мне тоже в класс не даст эффективное действие. А вот этот, соответственно, я перепишу так. В квадрате вот это и будет главный член. С от Фи классического, потому что в В только поля В есть. Вот. Можно уже разрешить у вас? То есть, квадрата, кто классический. Классический. Вот в Ф, вы видите, он зависит только от поля В. Это действие от классического поля. Вот оно, это первый член. Вот тут. Видно, да? Я его просто переписываю. И теперь я квадратичные все поправки должен написать. Квадратичные поправки как выглядят? минус единицы на 4G в квадрате. Значит, тут, ну, я это буду в квадрат возводить. У меня будет Дмю Аню минус Дмю Аню в квадрате. Это в квадрате. И это на вот то. Соответственно, плюс Ф меню А Ф АВ С АМЮ В АМЮ С И все. Это я переписываю вот этот кусок. Вот. Ну, я, скажем, вот так напишу. Что там дальше не переписывать. Вот. Это вот этот кусок. Вот. И мне хочется привести его в таком виду, чтобы у меня было нечто на два поля. Вот. Для этого мне нужно по частям вот это отинтегрировать производное и написать в таком виде. Вот я сейчас напишу. Значит, кусок, который, ну, вот этот уже в таком виде. Вот нечто на два поля. Это не оператор, он на них не действует. Вот. Осталось только вот это вот откоммутировать. ну и вот с этим заодно. Значит, кси я возьму единицей. Так удобно. Там, вот видите, вот тут что было? Вклад дали только квадратичный в определитель. Да? Линейные сократились. Я такой источник добавил, чтобы все линейные сократились Я источника писать не буду, я просто линейный выкину Соответственно, мне нужно написать его в таком виде Вот в таком виде, чтобы был нити-оператор и два поля А Вот сейчас я это и хочу сделать Вот я возьму вот этот кусок и вот этот кусок И из них сделаю хорошо Значит, минус 1,2 дырю о нем Значит, дырю о нем Вот я его просто раскрываю в квадрат Ж я минус 1,2 взял, мне так удобнее с ней А лишняя 1,2 ж в квадрате я ее потом допишу Значит, это вот в квадрат первого Квадрат второго даст то же самое Вот, значит, будет еще минус дырю о нем На дырю о нем Ну и его квадрат, в смысле, ну и удвоенное произведение даст то же самое Вот, и вот это я должен написать Вот тут вот минус 1,4, тут минус 1,2 Я возьму, значит, значит, что я возьму Просто плюс Нет, минус 1,2 Плюс 2 таких, тогда я возьму Ну, плюс дырю о нем Ну, по-хорошему я, конечно, вот так это уже написал Да? Что такое было? Дырю о нем Дырю о нем Дырю о нем Два Вот Это равно Ну, ну и по частям То есть вот этот действует ток на А Если я буду по частям брать Он у меня сменит знак и будет действовать дальше Вот Я получу Аню Вот это Двойку сокращу Значит, аню Это первый член Второй член Значит, это был с минусом Это станет с плюсом Аню Дмю Дню Аню И этот станет с минусом Ну, я их переобозначу Аню Дню Дню Аню Вот Я хочу вот это Плюс вот это Отинтегрировать вот эти производные, которые надо действовать По частям, чтобы у меня А стоял и у меня ничего не действует Вот Тут тоже действует Мы хотим, получается, слагаемые из-за автоматического процента То есть какой-то оператор Где их на протоколе Да Вот смотрите Для скалярного поля Это Д и Фи в квадрате Там минус А в квадрате Фи в квадрате Мы как получаем оператор Мы говорим по частям У нас будет Фи минус Д в квадрате Минус М в квадрате Вот это оператор Я тоже самое хочу сделать Вот эти Д Которые на А действовали Вот везде, где они были Я их хочу Да-да-да Это вот этот кусочек Вот этот кусочек Плюс вот этот кусочек Вот Вот я их вам написал Дальше я вспоминаю, что этот коммутатор Деню-деню минус Деню-деню Это Ф Помните, да? Вот Деню-Деню минус Деню-деню Коммутатор Соответственно, это Ф Вот я так и напишу Это будет Минус на минус ушел Значит у меня осталось Аню Вот тут вот напишу же меню Д в квадрате Тут соответственно У меня будет F Меню Сейчас я индексы расставлю А Мю Вот к такому я приведу и индекс я должен Правильно поставить Индексы я должен правильно Поставить Значит D Итак Тогда вот это будет А Это С Это АС Это соответственно F А БС Это Б Вот и тут плюс Вот Еще раз скажите Смотрите Да Значит смотрите Да ПМЮ Оператор Это ИДМЮ Он Эрмитов Так Если я его действую туда или туда Мне все равно Вот Теперь Вот тут я и убрал Да Поэтому действие туда и обратно Будет отличаться знаком А Длинная производная В ней есть А Но Она тоже Эрмитов оператор Поэтому они будут следовать за Производной Можно через индексы проверить Ну Индексы будете менять И будет Они не сократятся Они сменят знак Так же как Производная Понимаете Это Эрмитов оператор У него есть кусок с производной Кусок без производной С полем А Поэтому когда вы будете ворочать Производную Кусок с полем А Будет следовать Из эрмитовости Это просто проверяется Один раз Через помножение матрицы Вы просто это один раз Увидите и все Хорошо И что с этого следует Что Когда я поменял Производную Действующую сюда На производную Действующую туда Я поменял передний знак И перед длинной Производной Как целая И перед частью с А И перед частью с Д Вот Собственно Вот тут еще один Такой член есть Точно такой же Как вот этот Поэтому в итоговом Выражении Тут будет двойка Вот она Итого Я пишу ответ Значит Мое эффективное действие Для Вот оно тут Начиналось Вернее Оно еще не начиналось Уже начнется Это мне больше не надо Значит Е в степени Иг От Б Это Е в степени Минус Одна четвертая Интеграл Ф квадрат Их Это С классическая Вот Помножить У меня есть В моем действии Слагаемое Вот это Вот Пси и пси Квадратичная форма Это выкинули Остался Определитель Вот этой Матрицы В какой степени Вот я должен На определенной Помножить В какой степени ДС шляпой Минус М Это фермионы Так Если вы берете Интеграл То это будет Числительный Знаменатель Числитель Правильно Вот Тут я напишу НФ Ну если у нас УДС Там Сколько это Вот флеворов Вот это Сколько их Флеворов Число флеворов Хорошо Это мы вот С этим разбрались Вот это Духовый Определитель Там только Вот этот Остался В какой степени Он будет Почему Духовый Это будет Числительный В первой степени Духи В этом смысле У нас Одни Вот И Из всего Вот этого То есть Вот этот кусок Плюс вот этот кусок Вот я говорил Что Тут получится Двойка В итоге Да Если я вот Лишний кусок Вот это Учитал Вот В какой степени Это будет Хорошо Значит я так и напишу Минус D в квадрате Ж меню Минус D в квадрате Ж меню Скажем Вот это Индекс В С Минус Минус 2 F Миню А F B А С Все Я написал Минус Потому что Это как бы И D в квадрате Чтобы Эрмитов Оператор Был Понятно Что я могу Любую константу Вытащить потом Это будет просто Константная добавка К действию Который мне не изменит Уравнение Ничего Минус D в квадрате В степени Плюс 1 Вот это Эффективное действие На семинаре С Михаилом Геннадьевичем Вы вот эти Три определителя Посчитайте И на колокнем Будьте Умейте их считать Вот Я вам напишу Сейчас ответ Ответ такой Что Вот это все равно Вот это все равно Е в степени Ж в квадрате Интеграл FDX Это я переписал Плюс И На 4P В квадрате D Ну D P вообще говоря Все это некие там Расходимости Вот вы будете Регулировать Размерность За регуляризацией Ф-мини Па Ф-мини А От П Помножить помножить на бета 0 на 4 помножить это все в экспоненте помножить на вот такую вещь минус единицы на ε минус гамма Эйлера минус логариф в квадрате плюс константа какая-то плюс большой от ε вот если это все просчитать вот эти три обрядителя вместе одна вторая это бозоны вот а минус одна вторая неужто нет я правильно вот вот значит если вы их все посчитаете получится вот это это некая функция помножить на f на f но что такое f от минус p на f от p это фурье от вот этого потому что ну там f от x на f от x да вы будете вместо f от x подставлять их фурье у вас возникнет дельта функция что да 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 все в экспоненте я лучше так тогда напишу логарифм вот так лучше вот 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 смотрите интеграл dx dx d4x f от x f от x если я вместо f от x подставляю есть степень минус и px f от p вместо этого подставлю у нас что там dp dk есть степень минус и к x f от k у меня потом будет дельта функция которая мне скажет что p равно минус k видите по x дельта функции ну я интегрирую подставил фурье туда подставил фурье туда интегрирую по x у меня получается дельта функция p равно минус k так вот и в итоге я получу ровно это f от минус p f от p вот поэтому я могу переписать еще раз что значит g от b равно интеграл коэффициент коэффициент что не так где мил в квадрате параметр размерности на регуляризацию масштаб как только вы ввели d вы ввели масштаб эпсилонт размерность на регуляризации вы ее уже видели d равно 4 плюс 2 эпсилон или минус это вот я сейчас посмотрю вот так гамма эйлер это константа порядка единицы ну вы гамма функцию вред когда раскладываете это будет ее там да 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 вот именно она плюс какое-то число оно мне не надо вот плюс поправки которые я выкину вот это вы посчитаете на семинах вот не хочу вот значит гамма от b интеграл но в 4 на нужно писать надо надо я уже все равно разложил ну ладно f от п а меню меню это я если я вот это преобразует фурье я получу вот ровно такой кусок я в за скобку вытащу за скобку вытащу помножить на единица на же вот п же квадратов п вот то есть вот это вот у меня же от п было да голый заряд в моем действии так а вот этот кусок какой-то я его весь запихаю вот уже от п мой заряд теперь будет зависеть от импульса вот и чё же это будет соответственно единица на же квадрат от п это будет единица на же от п в минус бета 0 на 4 п в квадрате логарифма п в квадрате 4 пеми в квадрате плюс все остальное вот я так вот тут нет ничего это просто же в квадрате исходная которая стояла в лагернджане голая константа я могу сказать ну вот смотрите мы не знаем что такое голая константа а вот же от п это вот то что у нас будет наблюдаться процесс это какая-то расходимость я могу сказать что ну вот я так переопределю константу голую что вот 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 эти вот куски которые тут лишние с расходимостью они будут там с обратным знаком тогда не сократится вот я об этом сейчас подробнее скажу а что мне нужно что мне нужно я могу исключить вот этот не физический заряд вообще из то есть я могу скажем единица на же квадрат от п какого-то единица на же квадрат от кубок вычислить что я получу это сократится это сократится это сократится вот это все сократится останется логарифм остается логарифм ну с бетой бета ноль значит в квадрате логарифм то есть я из g от п вычитаю q тогда будет минус п в квадрате правильно или неправильно правильно вот вот у меня связь заряда на одном масштабе заряда на другом масштабе если я выражу скажем g от п отсюда через g от q ну там переверну да то получу я следующее получу я что g в квадрате от q равно g в квадрате от p на единицу плюс бета ноль на 4 плюс квадрате логарифм в квадрате на п в квадрате вот вот это такая вот формула значит бета ноль это один из третьих nc минус две третьих nf это результат расчета вот тех трех определителей да это называется бета функция ну или первый коэффициент бета функции а вот бета или я же не знаю бета как я правильно написать функция первый ее коэффициент и что мы видим сколько у нас флейваров то у d s c b t там шесть да то есть это будет четыре вот этот а сколько у нас nc цветов одиннадцать соответственно то есть это положительная величина вот соответственно что мы видим это положительная величина вот предположим мы фиксировали зарядку при ком-то импульсе p да и начинаем q увеличивать относительно p у нас логарифм растет это число положительное то есть все вот это дружно падает так дружно падает соответственно при увеличении импульса заряд падает так это называется асимптотическая свобода кто меня спрашивал про асимптотическую свободу кто меня спрашивал про асимптотическую свободу что я могу передавайте привет это результат вычисления трех определитель вы ее просто получите посчитав определитель это было понятно это было понятно в смысле это было понятно в смысле что bta 0 у меня есть такой вид это мы уже узнали за того мы взяли определители посчитали получили там вот то что я написал вы написали там bta 0? да она была bta 0? она была bta 0? или нет? стоит я просто это большая штука и я ее так не сразу выложил вот соответственно заряд заряд g в квадрате от q соответственно в квадрате я не знаю падает при q в квадрате там растущим да? так это асимптотическая свобода вот асимптотическая свобода тут можно ввести что? если он падает то когда я q квадрат относительно p буду уменьшать делать его маленьким-маленьким рано или поздно логарифт станет отрицательным и вот это в ноль уйдет знаменатель да? вот этот момент когда он уходит в ноль называется лямбд КХД то есть это формальное определение понятно что заряд у нас никогда в бесконечность не уходит у нас просто теория возмущения перестает работать так ошибочка у нас просто теория возмущения перестает работать вот и я вот это могу переписать так g в квадрате от q это g в квадрате от p единица плюс это ноль 4 пев в квадрате g в квадрате от p значит так логарифм лямбда поделил поделил вот вот если бы вот этого не было да? лямбда кхд у меня определено так что вот знаменательная нулю то есть это все бесконечность поэтому это просто ноль поэтому другое определение для g в квадрате оно вот такое 4 пи пошло вверх 4 пи пошло вверх на логарифм q в квадрате лямбда кхд в квадрате это ноль вот это другое определение через лямбда кхд вот и понятно что вы на эксперименте меряете заряд на каком-то там масштабе импульсов да? там z-базон у вас рождается на масштабе z-базон или еще на чем-то и отсюда вы можете просто лямбда кхд найти да? как число вот и оно в зависимости от разных там схем перенормировок включаете вы туда там всякие вот эти константы не включаете вот оно примерно 250 мег то есть вот это масштаб который генерируется в квадрате за счет поправок за счет перенормировки если хотите вот то есть его не было в исходном лагранжане исходный лагранжан без масштабно если массы кварков выкинуть да? но он появляется в результате динамики просто вот и что я тут еще хочу сказать я хочу сказать что соответственно если я возьму альфа с альфа с это же в квадрате на 4 пи так же как в электродинамике да? и я могу но мне ничего не стоит вот тут вот на 4 пи везде поделить это будет формула для альфа с и вот если я эту альфу с возьму на одном гэве то это будет у меня будет у меня 0,4 примерно вот ну это вот 0,4 это вот эти 250 маев ну как бы я могу или фиксировать вот заряд на каком-то масштабе и через него выражать вот как вот я на этом масштабе фиксировал заряд я на другом могу выразить да? или фиксировать лянда КХД и вот по вот этой формуле вычислять этот заряд то есть ну вот вы можете там как хотите так и фиксировать вот но понятно что он бежит вот например для вот это для одного гэва а вот у меня тут есть на массе z он примерно равен 0,1,1,8,1 ну вот как нас по ДГ учат вот то есть вот такой вот у нас заряд вот а на 250 мэвах он равен бесконечности вот по этой формуле она там уже не работает но это некий характерный масштаб да? а это как раз адронные масштабы вот там у нас уже константа связи сильная и нужно делать то что я говорил раньше что вот потенциал линейно растет что это дескать некая струна там и вот так вот вот что здесь еще нужно сказать вот вот что вот если я вот это вот равенство буду P стремить к Q рядом рядом я хочу дифференциальное уравнение получить то тогда у меня что будет я вот эту разность напишу у меня будет G в квадрате от Q минус G в квадрате от P значит поделю на логарифм логарифм поделю на логарифм сюда помножу бета 0 на 4P в квадрате это будет G в квадрате от P на G в квадрате от Q правильно? вот я теперь буду стремить G ну P к Q буду стремить это у меня будет производная ну стремиться будет производной вот получится у меня такое вот уравнение D G в квадрате от Q по D логарифм Q в квадрате B это 0 с 4P в квадрате G в квадрате G в квадрате от Q правильно? или нет? правильно или нет? правильно или нет? да вроде правильно вот правильно так только минус а почему минус? а потому что когда я вот тут вот перемножаем не знак меняется вот это называется уравнение герман сколько там м2 вот вот сколько у нас времени осталось нисколько вот такие дела а ну вот тут еще можно сказать что если я определю вот из этого равенства скажем скажу что скажем же от минус в квадрате равно единицы на же в квадрате вот это голая голая минус я заканчиваю или минус логарифм единицы на 4 пи да даже наверное все вот то есть я вот ввиду просто формально вот такую величину g от мю квадрате тогда так же на единице тогда у меня единица на g от п это будет единица на g от мю в квадрате минус логарифм в квадрате на мю в квадрате да вот и это будет у меня ну схем перенормировки м с чертой называется вот то есть мы в определении константы внесем но не константы ну константы вот но об этом я буду там подробнее говорить вот вопросы по всему вот этому нет дело в том что обычно если вы еще одну как вы считали на к перенормировку заряда вы считали диаграмму скорее всего вот эту вот вы считали там поправку к вершине поправку туда-сюда значит они там как сокращались что-то там давали и к заряду получалась поправка вот если мы будем вот у нас будут какие-то функции green а да они будут зависеть от в частности заряда в том числе и будем смотреть как у нас эти функции green а меняются с масштабом с изменим масштаб и когда мы их будем дифференцировать по масштабу в частности его в одной из частных производных надо будет дифференцировать и заряда по масштабу и чтобы его дифференцировать мы будем использовать уровней вот а это его решение мы его знаем вот то есть обычно если вы пойдете со стороны функции green вы будет дифференцировать по заряду и вы будете из вот таких диаграмм искать коэффициент при единицы на эпсилон вы там искали скорее всего ну то есть z это коэффициент при единицы на эпсилон или помните такое вот коэффициент при единицы на эпсилон это бета 0 я его тут условно говоря нашел другим способом причем я его нашел сразу то есть вот это тем способом когда мы сначала ищем коэффициент при единицы на эпсилон потом с функции грина пишем вот такие уравнения мы вот этот коэффициент сюда подставляем решаем это уравнение находим как бит бежит заряд из эффективного действия сразу получаете как бежит заряд вот просто сразу а если вам нужно уравнение но вам ничего не стоит так сказать вот их перевести в дифференциальную форму вот на следующей неделе два семинара быть вот тот считать определители они там ну там долго считать вот и потом будет колоквим по всему чего вот мы прошли это некие методы плюс ассинтетическая свобода здравствуйте все я заканчиваю пользуйтесь чем хотите да я вас буду спрашивать или мне будет рассказывать что-нибудь все